Ну что ж, коллеги, рады всех видеть на защите. Сегодня у нас 11-я защита выпускных команд образовательных проектов. Да, давайте друг другу похлопаем. Ну что ж, сегодня рекорд по количеству команд 18. И концептуально у нас защита и представление проектов разделена на две части. Первая часть – это представление собственных идей. И вторая – это как раз идеи и ТЗ от бизнес-юнитов. Ну что ж, волнуетесь? Да, посмотрим, кто же сегодня у нас войдет в топ-3 или в топ-5 лучших среди такого огромного количества конкурентов. Но вначале традиционно по нашей старой доброй традиции представляю тех людей, кто сегодня будет оценивать команды и, конечно же, решать, кто войдет в топ-5 лучших. Итак, Андрей Калинин – руководитель проекта «Поиск». Дмитрий Смыслов – вице-президент по персоналу и образовательным проектам. Андрей Викторович Пролетарский – декан факультета ИУ МГТУ имени Баумана. Евгений Лисовский – проект «МаксМир» руководитель. Андрей Сельский – директор по направлению кадра образования цифровая экономика. И Анастасия Горяйнова – руководитель проектов ЦРИТО МФТИ. Ну что ж, давайте начинать. Сегодня у нас очень жесткий тайминг. После каждой команды жюри может задать один вопрос. И первая команда, которая у нас сегодня откроет защиту, это команда из технопарка нашего самого первого проекта. Что ж, ребята, давайте, рассказывайте, выходите, рассказывайте про свою идею, давайте похлопаем. Открывать всегда сложно. Добрый день. Мы команда «Где оно?». Мы разрабатываем сервис по поиску киносеансов. Я думаю, многие сталкивались с такой ситуацией перед походом в кино, что нам необходимо выбрать сеанс. И как мы обычно сейчас это делаем? Ну, я выбираю обычно фильм, потом я выбираю подходящий кинотеатр, а потом я повторяю эти шаги, возможно, несколько раз до тех пор, пока я не найду наиболее подходящий для меня сеанс, а, возможно, сеанс, на который я пойду с друзьями. Конечно, для решения этой задачи уже существуют сервисы, но ни один из них полностью не удовлетворяет потребностям пользователя. То есть где-то отсутствуют фильтры, где-то нет вида на карте. И, кроме того, ни один из них не позволяет провести опрос друзей, чтобы выбрать сеанс, на который я могу пойти вместе с друзьями. Для того, чтобы сделать наш сервис максимально удобным, мы провели опрос пользователей, мы просили 200 человек и выявили наиболее важный критерий для выбора сеанса это расположение кинотеатра, цены на билеты, жанр и время начала сеанса. Ну, что у нас получилось сейчас продемонстрирует Женя, а также жюри может на своих тестовых устройствах ознакомиться с приложением. Чтобы сделать такое приложение, мы пользовались вот такими ключевыми технологиями. Мы также, так как у нас есть менеджер, использовали MasterTask, чтобы координировать нашу деятельность. У нас, кроме приложения под Android, планируется также приложение под iOS. Мы хотим сделать навык для Алисы, потому что голосовые интерфейсы — это сейчас не только модно, но и удобно. Также мы хотели бы получить больше данных. Нам кино Mail.ru не дало доступ до API, поэтому приходится собирать данные, где получится. Ну, и также либо с кином Mail.ru договориться, если кто-то из присутствующих может помочь, свяжитесь с нами, пожалуйста. Либо с кинотеатрами напрямую про данные. Также мы хотим персонализировать подборки фильмов и сеансов, чтобы пользователи могли, ну, например, кто-то ходит пешком, кто-то на машине, чтобы удобнее всем маршрут строить и так далее. Также мы хотим сделать покупки билетов прямо на нашем приложении. И сделать еще хотим приватные голосования, чтобы можно было голосование давать только тем людям, которых ты пригласил в это голосование. Наши команды. Егор и Женя. Никита. Оля. Спасибо всем, кто сегодня пришел. Спасибо всем, кто внес свой вклад в развитие технопарка. Спасибо за то, что нас всему научили. И спасибо за внимание. Добрый день. Наш проект — онлайн-редактор кода для программистов. Наш редактор предназначен как для самостоятельной разработки, так и для разработки команды. Для группы программистов инструмент будет полезен в первую очередь мгновенной синхронизацией кода между участниками. Это позволяет вести обсуждение проблемного участка кода, не вырывая его из контекста. Таким образом, разработанный инструмент будет полезен преподавателям, начинающим программистам и уже опытным. Когда мы придумали идею, мы начали искать аналоги на рынке, но ни один из них не удовлетворял все наши потребности. Нам бы хотелось работать не только с файлом, но и с целым проектом сразу. Хотелось бы загружать его не только с компьютера, но и иметь возможность склонировать GitHub-репозиторий. Нам бы хотелось знать, кто сейчас что делает и кто вообще с нами сейчас работает. Более того, очень удобно у нас сделан момент, в общем, когда мы с… можно сохранить то, что мы только что напрограммировали на наш локальный компьютер. Мы вводим понятие комнаты. Одна комната, один проект. У комнаты есть имя, описание и список участников. Только участники комнаты имеют к ней доступ. Вся работа с проектом происходит в рамках комнаты. Как вы можете заметить на слайде, мы использовали все новые и самые свежие фреймворки, такие как Postgres, Socket.io, TypeScript, плюс Redux на контент. Мы уже успели показать наш проект преподавателям технопарка, и некоторые из них уже были заинтересованы в том, чтобы попробовать нашу систему для решения своих задач. В будущем мы планируем добавить чат в комнате, чтобы разработчики могли не только писать код, но и общаться с собой, с друг другом. Добавим дополнительный функционал к дереву файлов, например, поиск по файлам. И добавим обязательно другие хостинги ГИТа, такие как Bitbucket или GitLab. На этом у нас все. Мы команда PowerCode. Спасибо за внимание. Спасибо всем преподавателям технопарка, которые обучали нас. Спасибо нашим менторам. Без них мы бы не реализовали тот функционал, который мы вам показали. Ждем ваших вопросов. Господа, всем привет. Меня зовут Денис. Это мои коллеги Светлана и Андрей. И, как нам кажется, мы уже вошли в историю как первая команда из технопарка, которая сделала проект на основе нейросети. Собственно, название Face Transfer полетели. Ни для кого не секрет, что сегодня различные маски и фильтры для фото пользуются все большей популярностью в мессенджерах и соцсетях. Однако то, что сейчас есть на рынке, это довольно негибкое решение. Вы можете использовать только те маски, которые вам заранее предоставил разработчик. Кроме того, часто приходится вообще накладывать их вручную. Поэтому мы предлагаем альтернативный подход. Перенос стилей. Вам всего лишь нужно загрузить свою фотографию и фото того, на кого вы хотите стать похожим. Это может быть ваш знакомый, кумир или даже вымышленный персонаж, и мы исполним ваше желание. На слайде в нижнем ряду вы видите пример работы нашей нейросети. Блондинка слева — это исходная фотография, девушка в центре — это стиль, и справа получившийся результат. Перед вами ссылка на сайт нашего проекта и QR-код для получения этой ссылки, который, кстати говоря, был сгенерирован с помощью приложения наших коллег из команды «Велакс». Итак, нагенерили пару примеров. Да, это наш друг Артем. Он выпускник прошлого семестра технопарка, и он здесь в роковом стиле вам. Так, дальше тут небольшие наши фантазии. Собственно, тоже. Опять. Но это мы уже видели. На данном слайде вкратце проведена структура нашего приложения. Я хотел бы подробнее остановиться на втором пункте, а именно на сегментации. Понятно, что в нашем приложении недопустимо, чтобы, например, цвет волос или лица налез на цвет глаз, поэтому необходимо было делать сегментацию. К сожалению, группа сегментации на основе просто выделения прямоугольной области нам не подходило. К счастью, при помощи библиотеки Delip мы смогли сделать сегментацию довольно точно. А теперь я хотел бы показать некоторых наших конкурентов, которые не делали сегментацию. К сожалению, тут мы взяли пример мою фотографию и получили вот что. Ну вот, видно, что какие-то красные пятна, которых не должно быть. Но вот у нас все хорошо. Теперь немножко про архитектуру нашей сети. В принципе, эта задача тем-то архитектурно может вам напомнить задачу поиска похожего изображения. Алгоритм у нас итеративный, то есть сначала целевая фотография – это просто белый шум. Далее у нас есть сверточная нейронная сеть VGG, заранее натренированная. И, собственно, стайл и контент фотография пропускаются через нее. Далее мы берем разницу, грубо говоря, между каждым выходом целевой фотографии, контент фотографии и пытаемся ее минимизировать. Составил фотографии чуть посложнее. Там мы используем матрицу грамма, еще должны учесть как-то маски, чтобы не размылось ничего. Но идея схожа. Также мы еще используем матинг-глопластин. Я не буду подробно говорить, что это такое, скажу лишь о том, что он помогает нам не размывать изображение, то есть чтобы изображения оставались реалистичными. Без него был бы пейтинг изображения. Таким образом, у нас итоговый лосс состоит из трех, так сказать, функций. Первая — это по контент фотографии, вторая — по стайл, и последняя — по матинг-глопластин. В нашем продукте мы используем следующие технологии. В фронт-энд у нас написано JavaScript, бэкэнд-сервер на питоне с использованием фласка и очереди Python-ready skill. Сама нейросеть на луа, матинг-глопластин на матлабе, и все это развернуто в Docker-контейнере. Итак, по итогам. Нам кажется, что у нас получился достаточно интересный, увлекательный, затягивающий проект. Поэтому если кому-то интересно, мы готовы приинтегрироваться, у нас есть API, мы можем расширить нашим способом использования масок. Собственно, это наша команда. Каждый из нас максимально благодарен за этот учебный курс. Вы подарили нам огромную базу знаний, безграничные возможности по ее использованию. Всем спасибо. Всем привет. Меня зовут Рубен, это мой друг Николай, и мы сегодня представляем сервис по генерации QR-кодов. Попасть на него можно перейти по ссылочке или отсканировав QR-код. А Николай вам сейчас расскажет про актуальность выбранного направления. Мы в корне не согласны с непопулярностью QR-кодов, и перед выбором темы мы провели ряд исследований, в том числе мы провели опрос, результаты которого вы можете видеть на слайде. Также мы проанализировали конкурентов. Мы далеко не первый сервис по генерации QR-кодов, но конкуренты уже устаревшие, а мы привносим новые технологии и новые юзкейсы в данную область. Также, если посмотреть повнимательней, то нельзя сказать, что QR-коды мертвы. Мы, например, вдохновились идеей с браслетом, который используется в Аргентине для пожилых людей, для людей с хроническими заболеваниями, чтобы можно было как-то оказать быстро первую помощь. Также буквально на днях Лена нам рассказала историю про то, как она нашла собачку в подъезде с ошейником, в костюмчике, но без каких-либо опознавательных знаков. И ей пришлось обойти всех соседей, чтобы найти хозяина. А QR-код достаточно компактный для того, чтобы его можно было разместить где-то на ошейнике. Это очень сильно упростило бы задачу. Также в офисе компании Mail.ru есть примеры того, где можно было бы использовать QR-код. При реализации мы использовали знания и технологии, полученные на протяжении всего обучения в технопарке. Новой технологией для нас являлась Firebase. Отдельное спасибо Мартину за идею применения. И о планах вам расскажет Рубен. Что бы мы хотели еще сделать? Как уже сказал Николай, мы не успели доделать Android-приложение. Там еще не сделан весь функционал. Также очень бы хотелось сделать кастомизацию внешнего вида самого QR-кода, как это есть у неких конкурентов. Все. Спасибо большое за внимание. Вот наша команда. Добрый день. Мы команда сервиса Geklic, который предназначен для создания и проведения онлайн-викторин прямо на уроках в школе. И сегодня мы вам покажем, как можно сделать процесс проверки знаний проще и интереснее. С какими проблемами сталкиваются преподаватели в школе? Это то, что дети часто отвлекаются на смартфон или разговоры, потому что им долго сложно концентрировать свое внимание на чем-то одном. Также учителям хотелось бы чаще проводить проверку знаний, и возникает проблема мониторинга усвоения новых знаний. Но поскольку проверка новых усвоения знаний занимает большое время, то контроль знаний проводится не чаще одного-двух раз в неделю. Также учителям нужно ввести статистику. С ростом числа проведенных работ размер статистики увеличивается, она ведется вручную, и записи могут теряться. Поэтому было принято решение создания сервиса Geklic, который позволил бы проводить интерактивные викторины прямо на уроке. Какие возможности предоставляет наш сервис? Это создание и публикация викторин под индивидуальным номером, по которому ученики смогут подключаться. Также можно публиковать викторины в группах организаций и просматривать статистику в формате Excel и загружать ее, что удобно для отчетности. И сейчас давайте приступим к демонстрации. Мы приглашаем принять вас участие в простенькой викторине по фактам о Mail.ru. Для этого вам нужно пройти несложный процесс регистрации, перейдя по этой ссылке. Обратили внимание, что у нашего сервиса есть западный конкурент проекта Kahoot. Однако основное наше преимущество в том, что это все на русском языке, интерфейс понятный для наших опытных учителей. В Kahoot было все слишком перегружено, и наши учителя в школах с трудом разбираются без помощи учеников. Также у нас есть система организаций, которая позволяет формировать привычную для учителей структуру образовательных организаций. Также хотелось бы рассказать про опыт внедрения нашего проекта на курсах в Прим-Гуту имени Баумана для школьников. Мы сегодня прямо получили бумагу от менеджера проекта, то, что наш проект внедрен. И вот здесь представлены фотографии с уроков программистов наших коллег, которые проводили уроки у школьников. И один из них, преподаватель веб-программирования Глеб Печкин, отмечает, что дети с удовольствием отвлекаются на наши викторины, и процесс контроля знаний проходит в игровой форме. Мы использовали следующие технологии. На сервере у нас Django REST. База сделана с помощью Postgres. Для реализации веб-сокид-соединения использовалась Django Channel совместно с Redis. В будущем мы планируем создать приложения под мобильные устройства под такие платформы, как iOS и Android. Также добавить новые типы вопросов для викторин. А также реализовать оффлайн викторины, что позволит задавать домашние задания для учеников. Также для продвижения нашего продукта мы будем сотрудничать с различными школами и образовательными организациями. Это наша команда. Спасибо за внимание. Всем привет. Мы команда M4M, и мы позволим вам управлять вашими данными. За последние годы количество умных устройств возросло во много раз. Также увеличилось количество данных, которые эти умные устройства собирают в своих клиентах. Эти данные отправляются на сервера крупных компаний, где они анализируются для целей компании вне зависимости от желаний пользователя. Тим Бернсли, создатель интернета, когда его создавал, предполагал то, что интернет будет децентрализованным. Но, как мы знаем, сейчас большинство данных принадлежат нескольким крупным компаниям, таким как Google, Microsoft, Facebook. В России тоже есть несколько таких компаний. И поэтому в 2018 году он анонсировал технологию Solid, которая как раз таки нацелена на курс децентрализации интернета. Однако сейчас все решения на рынке, которые присутствуют, они в основном децентрализованные и проприетарные. Также установка таких решений требует дополнительной настройки и пользователь не имеет контроля над своими данными. Мы пытаемся это исправить. Но примером такой системы в России служит Штриж. Собственно, перед вами обычный щиток, который есть у каждого из вас дома. В него встроен наш универсальный контроллер в специализированном кейсе, который умеет собирать с него данные со счетчика, сохранять его у себя. И также в него встроен механизм, с помощью которого пользователь может выбрать, кому какие данные и с какой частотой отправлять. Давайте рассмотрим, как же это будет работать в конкретном случае. Наш контроллер собирает данные с счетчиков и агрегирует их у себя. Далее пользователь может отправить эти данные к нам на облако для дальнейшего анализа. Или сервисным компаниям, которые уже будут производить с ними свои действия, но опять же по желанию пользователя. Давайте посмотрим, как это выглядит в личном кабинете. На главном экране мы видим все дома, которые у нас есть. Давайте садим еще один. И подключим уже купленный нами контроллер. Пусть будет 22 этаж. Мы видим то, что к этому контроллеру уже подключено 4 датчика. И теперь мы можем посмотреть график использования каждого из них, а также настроить правила, которые, собственно, отвечают за то, кому и когда какие данные мы отправляем. Сейчас будет небольшая демонстрация нашего мобильного приложения, которое на данный момент служит как инструмент просмотра быстрой статистики. Как вы видите, на главном экране у нас у пользователя есть три объекта. У нас довольно успешный пользователь. Нажимаем квартиру на Варшавке. Также быстрая статистика по всем сенсорам. Электричество, например, нажимаем. И видно, какой компании, сколько раз в день, в неделю можно это все настроить. Мы провели исследование и пришли к выводу, что в первую очередь это будет интересно тем, кто владеет несколькими квартирами. Например, это люди, которые сдают их в аренду. И мне нужно будет каждый раз приходить и опрашивать, сколько у кого что набежало. Также это будет полезно тем, у кого просто нет времени, чтобы собирать данные с счетчика. Ну и еще тем, кто интересуется просто сферой IoT. В 2018 году мы запускаем личный кабинет и мобильное приложение, а также тестируем контроллер на реальной квартире. В 2019 году у нас в планах запустить это все на тестовой зоне совместно с заинтересованной компанией и запустить еще несколько других отраслевых кейсов. Концепция умного контроллера ложится не только на кейс ЖКХ, но и на любую другую сферу, где собираются данные пользователя. Например, телемедицина или кейс умного страхования, где от агрессивности вождения пользователя зависит сумма начисляемых, сумма начислений. Теперь мы готовы ответить на ваши вопросы и параллельно с этим можете посмотреть, как вот этот вот телевизор потребляет энергию прямо сейчас. Спасибо команде. Всем привет. Сегодня мы хотим представить вашему вниманию наш продукт, который называется Travel in Comfort. Мы очень любим путешествовать, поэтому разработали международный сервис для самостоятельных путешественников. Для начала мы ознакомились с проблемами, с которыми сталкиваются путешественники. Мы узнали, что планирование хорошо продуманного маршрута занимает большое количество времени. Также мы узнали, что незнание языка и местности может затруднить дорогу до отеля или же покупку билетов на общественный транспорт. Также мы провели опрос для того, чтобы понять, какой именно сервис необходим путешественникам. Мы узнали, что продолжительность отпуска обычно составляет одна-две недели. Исходя из этого, мы подобрали оптимальные наборы для путешественников, рассчитанные на 1-3-5 дней. Подробнее о наборах будет рассказано далее. Также мы узнали, что чаще всего люди ездят путешествия несколько раз в год и что большинство людей планируют свои путешествия самостоятельно. Давайте подробнее поговорим о продукте и рассмотрим взаимодействие с пользователем. Работая над проектом, мы старались сделать планирование поездок как можно проще, при этом сохранив всю прелесть самостоятельных путешествий. Именно поэтому мы остановились на наборах. Каждый из наборов включает в себя трансфер из аэропорта, маршрут по самым интересным местам, плюс входные билеты там, где они необходимы, а также билеты на общественный транспорт. Я, как человек, который обожает путешествовать самостоятельно, могу быть уверенным в том, что меня встретят и довезут туда, куда мне нужно. Какие же в этом преимущества? Во-первых, вы можете выбрать именно тот набор, который наилучшим образом подходит под формат вашего путешествия. Во-вторых, вам не стоит переживать, как вы доберетесь на общественном транспорте из аэропорта до нужного вам места. Вас встретят и довезут. В-третьих, продуманные маршруты позволят сделать ваш отдых не только насыщенным, но и интересным. А также оптимально подобранные наборы сэкономят время и деньги. Давайте перейдем к демонстрации, но также хотелось сказать то, что 90% пользователей в путешествии пользуются именно мобильными устройствами. Поэтому мы разработали адаптивное приложение, которое позволит одинаково удобно пользоваться как десктопной версией, так и мобильной. Наш проект представляет собой клиентированное приложение. Клиентская часть реализована в виде single-page application. В качестве технологии мы использовали React и Redux. Мы используем сервис Worker для того, чтобы пользователи имели оффлайн доступ к нашему сервису. Вот так выглядит схема нашего бэкэнда. Бэкэнд разворачивается в контейнерах в Docker Compose. Сам сервер написан на IUCTP. Данный проект предполагает следующую стратегию монетизации. В первую очередь это получение процентов заказов совместно с продажей сопутствующих товаров. Следующим примером дохода является лидогенерация. Предполагается привлечение клиентов для мерзанных курортов и экскурсионных компаний. И, наконец, реклама. В маршруте можем указать, что в рекламируемом ресторане самая лучшая местная кухня и что ее обязательно надо посетить. В ближайшее время мы планируем тестировать стратегию монетизации. Сейчас мы подали заявку на участие в программе акселерации в Free. И в дальнейшем мы планируем реализовать рекомендательную систему маршрутов согласно интересам пользователей социальных сетей. Вот наша команда. Всем спасибо за внимание. Здравствуйте. Мы команда One Layer Network из Техносферы. И мы занимались тем, что хотели раскрасить старые фильмы. Мы начали вообще с задачи того, что мы раскрашивали одну фотографию черно-белую, и после этого мы еще обнаружили, что этими же подходами можно перекрашивать отдельные объекты на фотографиях. Вообще, кому нужно раскрашивать старые фильмы? Это нужно киностудиям, которые сейчас этим занимаются, но сейчас это происходит, они используют художников, которые в редакторах по кадрам раскрашивают, и это довольно трудоемкие процессы. Мы предлагаем радикально его сократить за счет того, что мы будем использовать автоматический колоризатор для каждого кадра. Давайте рассмотрим вообще подходы, какими мы можем раскрашивать отдельные кадры. Во-первых, представьте, если мы будем просто подавать в ней рассетку черно-белую фотографию и без дополнительных условий раскрашивать, тогда фотографии в принципе недостаточно информации о том, какого цвета, допустим, трава, желтого или зеленого. Это приводит к тому, что на видео все начинает дико моргать, и выглядит это так. Поэтому нужно передавать какое-то условие из кадра в кадр. И первый способ задать это условие – это подать дополнительную фотографию с какой-то палитрой. Но это не очень хорошо, потому что, по идее, для этой фотографии должны присутствовать объекты, достаточные для палитры для каждого объекта в кадре. Окей, давайте теперь будем подавать цветные точки и делать условия на них. При этом мы получаем хороший профит в том, что художник, который все это раскрашивает, может задавать конкретные цвета для отдельных объектов и получать разные варианты раскраски. Это можно применить для видео. Давайте мы зададим точки только на первом кадре, а дальше они будут трекаться и на всех кадрах уже раскрашиваться. Соответственно, для покраски мы использовали сверточную нейронную сеть. В ней, соответственно, первые слои извлекают из изображения какие-то локальные характеристики. Более глубокие слои оперируют уже более глобальными характеристиками изображения. Последние слои на основе извлеченных характеристик собственно раскрашивают картинку. В нашем трекинге точек, с помощью которого мы переносим автоматически разметку на следующие кадры, специфическим требованием является отсутствие моргания яркости при колоризации. Мы используем комбинацию оптического потока Лукаса Канаде и плотного оптического потока. Это позволяет достичь приемлемых результатов как на однородных, так и на текстурированных областях. Не менее важная задача – отслеживание выпадания точек из видимости неправильной, явно неправильной, неправильного трекинга. Мы построили опять-таки на этих двух оптических потоках метрику ошибки. Наше приложение состоит из двух частей. Это бэкэнд и клиентское приложение. Собственно, на бэкэнде запросы обрабатываются с помощью Django REST. Все сетки написаны на PayTorch и находятся в докер-контейнере. Что касается клиентского приложения, то на PyQ. Спасибо. Добрый день. Мы команда One Team. Как видите, наша команда состоит из двух человек. Мы два молодых парня, и мы не умеем готовить, но хотели бы научиться. Для того, чтобы что-то приготовить, нужны рецепты. И мы заинтересовались, сколько людей сталкиваются с проблемой найти рецепт. Поэтому мы обратились к аналитике. Мы посмотрели количество запросов по слову рецепты за неполный месяц. Их оказалось 34,5 миллиона. А если конкретно с мобильных устройств, это 20 с лишним миллионов. Также мы посмотрели в Google Play, и оказалось, что у самых топовых приложений для Андроида более 1 миллиона установок. Ну и так как Алиса на слуху, мы не могли пройти мимо нее. Но ее навык очень сырой и недоделанный. Поэтому мы сделали свое приложение для Google Action. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Итак, какие преимущества нашего приложения? Во-первых, это полное голосовое управление. Во-вторых, аудиоподдержка. То есть мы можем стоять возле холодильника и слушать, какие продукты необходимо достать. В-третьих, так как это Google Action, то он может быть установлен везде, на мобильных устройствах, на планшетах, на десктопах. Не требует установки. И у нас есть система рекомендаций рецептов. Давайте перейдем к архитектуре. Она у нас эволюционировала в несколько этапов. Первые два сервиса нам диктует сам Google Action. Это Google Assistant и Dialog Flow. А вот далее мы должны навесить свой вебхук. Мы сначала думали сделать стандартный сервер, но даже его развернули. Но потом подумали, зачем отвечать за отказоустойчивость и вообще велосипедить, если есть облачные решения. Поэтому мы отказались и просто использовали Firebase. Но хотели оставить свою базу данных. После чего нам менторы сделали замечание, что у нас могут быть проблемы с легитимностью хранения чужого контента. И от этого мы тоже отказались. И перешли к совсем простой схеме, которой нам в итоге не хватило. Поэтому мы добавили еще сервисов Google. Это App Engine, Pub, Subcloud и Firestore. И в результате мы получили масштабируемую, балансированную архитектуру. Отказались от постоянной базы данных. Мы получили обновление рецептов в реал-тайм режиме. И в фоновом режиме мы делаем предвыборку рецептов, чтобы ускорить ответ для пользователя. Взаимодействие с пользователем представлено на схеме. То есть сначала он выбирает рецепт из одного из доступных источников. Далее может посмотреть ингредиенты и добавить рецепт в поваренную книгу. После следует сам процесс готовки. После чего рецепт сохраняется в историю пользователя. И пользователю предлагается оценить этот рецепт. Про рекомендации я уже говорил. Сейчас мы используем два источника. Это пользовательская история и популярные рецепты сайтов. В будущем мы хотим еще предложить систему рекомендаций, основанную на СВД-разложении. Наша команда. Ябусловский Олег отвечал за обеспечение контентом и базу данных. И Артем отвечал за визуализацию и конструирование диалогов. Спасибо за внимание. Всем привет. Меня зовут Кирилл. И мы вместе с Елизаветой представляем сервис Fixing Tips. Это онлайн-сервис регистрации заявок и агрегации информационных объявлений, предназначенный облегчить жизнь студентам и администрации университетов. Я как студент живу в общежитии. И у меня совсем нет времени ходить и обращаться по разным инстанциям, чтобы ко мне пришли и что-либо отремонтировали. Хотелось бы просто сообщить об этом в один клик, пока я утром завтракаю или спускаюсь в лифте и иду на занятия. Собственно, откуда взялась эта проблема? Ведь раньше мы как-то без этого обходились. Ситуация обстоит следующим образом. Сейчас в случае состройки общежитий в виде многофункциональных, многоэтажных жилых комплексов стали далеко не редкостью. И их особенность состоит в том, что мы рассматриваем такое жилье как собственное, чего напрочь лишены старые строения, в которых довелось жить и учиться людям чуть старше меня. Словом, здание современное, но это все еще общежитие, поэтому современный ремонт очень важен и необходим. Поэтому мы переговорили с администрацией и выяснили, что старый добрый метод записи на журналы не справляется со своими обязанностями. Тогда мы пообщались с комендантом и провели опрос среди студентов нашего же общежития, который показал, что более 60% недовольны имеющимся способом записи или вовсе не знали о существовании такового. В целом опрос еще показал, что студенты сталкиваются с рядом других неудобств. И тогда возникла еще одна задача. Задача публикации объявлений внутри общежития и вопрос размещения их как можно ближе к студенту, чтобы делать реже ситуации, когда важная информация, размещенная где-либо на стендах, могла быть попросту незамечена. Так вот, эти вопросы и проблемы решает наш сервис, который мы уже начали тестировать в нашем общежитии. Любой студент, который в нем проживает, может зайти и составить в три шага заявку, которая будет в последствии отображена у коменданта. На протяжении полутора лет обучения на технотреке мы изучали различные технологии, и сейчас мы были очень рады применить эти технологии для создания нашего реального конечного продукта. Список технологий на слайде. Также хотелось бы сказать, что мы планируем развиваться и не хотим останавливаться на достигнутом. Все наши планы указаны также на слайде. А еще мне хотелось бы от себя добавить, что также мы планируем создать мануал для коменданта, так как ей будет не сразу просто воспользоваться нашим сервисом, чтобы у нее не возникало ошибок, никаких и проблем. Над проектом мы работали вместе. Кирилл. Ильза. Всем спасибо. Мы рады услышать ваши вопросы. Спасибо команде. Всем привет. У всех из нас с вами в жизни бывали случаи, когда делаешь фотографию, а на ней остаются предметы, которые хотелось бы удалить и потом поместить эту фотографию на Facebook, в Instagram или даже установить ее в качестве заставки на свой компьютер или мобильный телефон. Мы разработали приложение, которое поможет нам в таких ситуациях. Миша. Здравствуйте. Собственно, наше приложение имеет две функции. Сначала детектировать объекты на изображении, которые хочется потом удалить, чтобы это было просто и удобно, и затем удалять объекты с изображения. Собственно, естественно, мы не первые, кто подумал об этом. Есть очень популярные инструменты, которыми это можно сделать, например, Photoshop и GIMP. Детектирование объектов там происходит, как многие знают, в Photoshop, например, есть Magic Wand, которым можно выделить объект. Он, насколько я знаю, работает на основе изменения резкости, контрастности и изменения яркости изображения, и тем самым позволяет выделять контуры объекта. А вырезание же объектов выполняется с помощью технологии SimCarving, это умный resize. Вот. Собственно, мы предлагаем использовать и для детектирования объектов, и для удаления объектов нейросети. Собственно, первая нейронная сеть, которая отвечает за детектирование объектов на изображении, это Masker CNN. Это на данный момент одна из самых лучших инструментов для детектирования объектов на рынке. Это достаточно актуальная сейчас тема, потому что во многих областях сейчас необходимо детектировать объекты на изображениях. Например, в тех же самых самоуправляемых автомобилях нужно детектировать пешеходов, дорожные знаки и так далее. Собственно, вот. Это один из инструментов, которым сейчас пользуются. По поводу того, как мы удаляем объекты с изображения. У нас сначала, ну, естественно, мы подаем маску на вход, которую нужно удалить, и дальше в работу вступают две нейронные сети. Первая — это грубая пристрелочная, которая восстанавливает примерные цвета и положение, и грубо восстанавливает фон изображения. Далее работает вторая нейронная сеть, которая восстанавливает, дорисовывает детали фона, чтобы и повышает разрешение конечного изображения, чтобы получилось такое, чтобы разрешение получилось таким же, как у изображения, которое мы подавали на вход. Собственно, Настя. Технологии, которые мы использовали в проекте. Бэкэнд у нас написан с помощью фреймворка Django. Для работы с нейронными сетями мы использовали TensorFlow. И так как мы работаем с большими объемами данных, мы использовали CUDA для ускорения работы. В планах по развитию проекта у нас прежде всего идет продолжение обучения нейронной сети, чтобы она еще лучше восстанавливала изображение после удаления объектов. Также мы хотели бы сделать мобильную версию, так как пользователям так было бы намного удобнее работать. А также наше приложение бесспорно может использоваться как индивидуальный продукт, так может быть встроено в другие сервисы, в которых происходит взаимодействие пользователя с фотографиями. Например, в популярные социальные сети. Это наша команда. Спасибо большое за внимание. Всем привет. Команда Glitchless здесь. Меня зовут Миша. И сейчас мы хотим рассказать вам о нашем проекте, который называется «Актуальные события». Это приложение для поиска и рекомендации мероприятий. Ну, собственно, у каждого из нас бывает ситуация, когда мы хотим развеяться, сходить на концерт любимой группы или, не дай бог, на конференцию для программистов какую-нибудь. И таким образом наш сферический пользователь в вакууме пытается ответить на вопрос, чем ему заняться сейчас, не забыл ли он, куда он хотел пойти и куда, в принципе, в его городе можно сходить. Мы пытаемся ему помочь, разрешить эти вопросы. Для того, чтобы это сделать, мы решили использовать платформу сервисов ВКонтакте. Это молодая, но очень стремительно развивающаяся платформа для мобильных сервисов. Что это значит для вас? Это значит, что вы можете вместе с нами попробовать наше приложение, если у вас в телефоне есть официальный клиент ВКонтакте прямо сейчас. Там можно найти в меню пункт сервисы и, собственно, мы будем публикованы в каталоге. Можно найти, зайти по ссылочке, например. Отспятывать, поговорим о технической части. Вот мы видели события. Все мы их качаем и само ВКонтакте. Но перед этим мы обязательно их фильтруем на то, мусорно или нет. Нормализую текст и по всяким нашим фризикам вычисляю это. Затем мы кластеризуем каждое событие по популярным темам, чтобы потом подготовить персональные рекомендации для каждого человека. Также, параллельно со всем этим, мы собираем около 70 метрик, такие продуктовые, о том, насколько часто заходит пользователь или нет, и собираем статистику приходом по событиям, чтобы потом сделать новую систему рекомендации на основе машинного обучения в МВП-2. И далее от технической части продолжит Никита. ВКонтакте предъявляет высокие требования к стабильности приложений. Поэтому мы решили использовать микросервисную архитектуру с контролем ресурсов. Это значит, что, допустим, если компонент «Мои события» рухнет, то все остальное приложение будет продолжать работать. Мы сразу же получим оповещение от нашей системы мониторинга о том, что что-то пошло не так с этим микросервисом и откатим его до работоспособной версии этого микросервиса отдельно. К тому же мы умеем обновляться под высокой нагрузкой незаметно для пользователей. У нас были учения и на то, и на то. Еще из интересного, у нас многоплатформенная верстка. Мы используем VK и UI компоненты, но некоторые элементы мы делали сами. Например, компонент «Пулту рефреш» на андроиде и на iOS выглядит по-разному. Соответственно, мы верстали два компонента по-разному. Следующий слайд. Вот на слайде те технологии, которые мы использовали в нашем проекте. Не обошлось даже безоккультной магии. Как бы с ней все работает. Шучу, это пост-CSS на самом деле. А чтобы все действительно работало, у нас есть программа тестирования ВКонтакте. Юра. Спасибо, Никита. У нас было 1078 тестеров. Из них, мы уверены, 900 школьники, которые пришли к нам только ради того, чтобы получить мерч ВКонтакте. Они в сумме нагенерировали 195 отчетов, которые мы успешно разгребли и нашли полезные, которые помогли нам усовершенствовать и отшлифовать наше приложение. Это привело собственно к запуску. И теперь у нас есть пользователи. 16 тысяч уникальных установок на данный момент. Мы заботимся о своих пользователях, шлем им каждый день оповещения, чтобы они не забыли о том, на какие события они собираются пойти. А теперь давайте посмотрим, что же наши пользователи думают о нас. Ура! Теперь можно не гуглить. Отзывы говорят сами за себя. Ладно, мы поговорили о суровой действительности, но что же у нас в планах? Наши планы делятся на два этапа. Первый этап, который практически прошел, это разработка собственно MVP1, релиз и сбор данных о том, как пользователи используют наше приложение. А этап 2 это разработка MVP2, то есть доработка. а также выделение наиболее перспективной модели монетизации и ее пробное внедрение. Наиболее перспективной модельной монетизации на данный момент нам кажется таргетинг событий, когда мы предлагаем партнерские события пользователю на основании его портрета. Ну и также другие представленные на экране. Миша? На этом у нас все. Спасибо большое за внимание. Еще хотим отдельно сказать спасибо нашему ментору Андрею Новикову за то, что он нас курировал в течение этого семестра, помогал и наставлял. Спасибо команде ВКонтакте за их поддержку, за их наставление и спасибо всем вам за то, что были с нами эти два года. Это было офигенно. Привет. Я от лица своей команды хотел бы сказать благодарность учебным проектам Mail.ru, так как они нам дали возможность реализовать те идеи, на которые у нас не хватает ресурсов. В этом году студенты взяли на реализацию три наших проекта. Два проекта относятся к идее white label. White label ресторанов на разных платформах. Соответственно, на мобильных платформах и на платформе ВК. и один проект касается наблюдения за перемещением курьеров в реальном времени. Мы сами впечатлены проделанной работой, так как людям приходилось работать с боевым API и с реальными кейсами и надеемся, что вы тоже оцените их по достоинству. От себя хочу добавить огромное вам спасибо. Мы за вас поболеем и желаю вам удачи. Добрый день. Сегодня мы представляем вам нашу разработку совместно с Delivery Club. Это конструктор приложений ресторанов для vk.com. Мы активно пользуемся социальной сетью ВКонтакте и сервисом доставки еды Delivery Club. Мы очень любим приложение Delivery и оно нам нравится, но нам не нравится то, что все рестораны выглядят шаблонно и одинаково, поэтому мы решили создать сервис, который поможет любому человеку, даже незнакомому с программированием создать свое приложение и оно будет уникальным. Мы долго и упорно работали и в итоге показали наш проект заказчикам из Delivery. Им понравилось. Мы были довольны, ведь получается мы работали не зря. Вот наша реализация. Сейчас Женя нажал на кнопку и с клиента администратора отправился запрос на главный бэкэнд сервер. Он у нас хранит все наши шаблоны, точнее конфиги для шаблона и позволяет отправлять сигналы на конкретные сервера, которые хранят приложения. Приложения разворачиваются на докере. Соответственно изменились наши настройки, отправился сигнал на роутер и роутер переподнял наше приложение с новыми настройками. А сейчас немножко о наших технологиях. Ну, фронт мы писали на реакте, главный бэкэнд сервер был написан на javi, использовали spring framework, сервер роутер написан на питоне, использовали framework flask, все наши сервера мы хостили на облаках mail и amazon. теперь посмотрим задепоилось ли наше приложение, развернулось ли оно. Как вообще приложение оказывается в икан. Соответственно delivery club по задумке отсылает менеджеру ресторана или его владельцу ссылку на конструктор и также инструкцию о том, как его развернуть. Это буквально три пункта. Ему дается ссылка, ему нужно вставить ее в поле, нажать окей, все, приложение готово. Давайте попробуем что-нибудь заказать. Так, идет заказ нас. Мы ждем, когда нам ответят сервера delivery. Отлично, давайте закажем что-нибудь попить. Меню загружается автоматически, если что, картинок нет на серверах delivery. Извините, пожалуйста. Расскажем немножко о нашей команде. Соответственно, Женя занимался фронт-эндом, а мы с Владом занимались бэк-эндом. Так, погодите, мне кажется, к нам кто-то идет. А, отлично, курьер принес нашу воду. Спасибо, курьер. Всем привет. Наша команда делала сервис для мониторинга курьера для бизнес-юнита delivery club. Вот, и сейчас мы расскажем, чем мы занимались и что у нас получилось. Олег. Да, вот перед нами выступала предыдущая команда, они сделали заказ, и курьер доставил заказ достаточно быстро. Вот, но такое бывает нечасто. И, собственно, что клиент делает в нашем приложении? Он, собственно, оформляет заказ, добавляет там необходимые продукты, да, вот, ему приходит смс, что его заказ подтвержден и будет доставлен к какому-то определенному времени. Вот, ну, и, собственно, он сидит и ждет, ждет свой заказ. Если, ну, часто такое бывает, что, допустим, курьер задерживается, там, в пробке или еще где-то, и клиент жалуется в поддержку, то, что ему не доставили заказ, а оператор отвечает, что, извините, вот, мы сейчас заняты, не можем ответить. Это проблема клиента. Какая проблема у диспетчера в Delivery Club? Ну, диспетчеры, они мониторят курьеров, они должны следить за всеми курьерами, чем они занимаются, и когда, собственно, клиент пишет в поддержку, вот, когда клиент пишет в поддержку, курьеру, диспетчеру приходится звонить каждому курьеру, спрашивать, где он уточнять, и, собственно, перезванивать клиенту. Это долго и неудобно, вот, и мы решили эту проблему, и как мы ее решили, сейчас расскажет мой коллега Данила. Нашим техническим заданием было написание сервиса, который собирает в себя данные о геолокации курьеров и предоставляет клиенту-оператору удобный интерфейс для работы с этими данными. Мы показываем треки, мы показываем карты, мы даем возможность поиска по контактной информации, по геолокации, и сейчас хотел бы рассказать кратко про стек технологии, которые мы используем. На фронтейде мы используем карты от Google, также мы используем React и Redux, а Back у нас разворачивается в Kubernetes, сам Back написан на Go. Используются две базы данных, Elastic мы используем для хранения всех локаций курьеров, также с помощью него мы можем осуществлять поиск по областям, и у нас есть Tarantul, в основном мы используем его для горячих данных, что это все включает, это кэш геокодера, счетчики и сами треки. Как я говорил, мы имеем два приложения, под iOS и под Android, и для кэш геокодера мы используем сервис от Google, также у нас есть Photon, он дает нам автозаполнение адресов, и номинатив нам дает области для фильтрации. Перспективы развития нашего сервиса целиком зависят от заказчика. При помощи нашего API мы можем легко встраиваться в другие сервисы Delivery Club. Например, мы можем предоставлять данные сервису, который занимается назначением заказов курьеру. Мы можем предоставлять данные для аналитических сервисов, которые бы рассчитывали KPI и эффективность. Мы можем добавить в наш фронтенд сервисы связи, чтобы можно было связываться с курьером, не отходя от карты. И мы можем предоставлять нашу карту клиентскому приложению Delivery Club, чтобы клиент мог прямо из приложения, а не из браузера, отслеживать положение курьера, который везет его заказ. На этом все. Вот наша команда. Будем рады ответить на ваши вопросы. Приветствую всех. Наш проект — это конструктор мобильных приложений Delivery Club для ресторанов. В платформе для доставки еды Delivery Club конкуренцию представляют не только такие сервисы, как Яндекс.Еда, Зака, Зака и прочие, но и собственные рестораны-партнеры, в которых параллельно с Delivery Club имеется собственная ресторанная доставка. Такие рестораны отнимают часть трафика у Delivery Club и таким образом представляют собой конкуренцию. Например, бургерная фарш, партнер Delivery Club хочет создать свое мобильное приложение, выйти на рынок доставки и таким образом отнять часть трафика у Delivery Club. В результате Delivery Club теряет часть своих клиентов, а приложение, как вы понимаете, получается не очень качественное, потому что они не профессионалы в этом. И решив эту проблему, мы убиваем сразу двух зайцев. Наш продукт позволяет завязывать новые рестораны, еще не имеющие своей доставки, на каналы Delivery Club, так, чтобы эти рестораны могли работать со своей кухней вместо разработки своего мобильного приложения и проработки доставки для него. Задача была именно в массовой генерации таких приложений. Поэтому наше решение позволяет за 10 секунд создать мобильное приложение для ресторана, а за два дня создать более 5000 таких брендированных приложений. В результате коммерческий отдел получает инструмент для лучшей интеграции ресторанов в сеть, а отдел маркетинга получает больше дополнительной информации и в результате уменьшается вероятность выхода ресторана из сети DC. На представленном стейке на экране, скорее всего, вопросов ничто не вызывает. Единственное, что хотелось бы отметить, это то, что мобильная разработка была для нас в новинку, но мы успели освоить все необходимые технологии и справились с поставленной задачей, потому что кто молодцы, мы молодцы. А вот и мы. Меня зовут Вячеслав, я занимался всеми частями веб-сервиса генерации и вместе с Федором разрабатывал мобильное приложение под Android. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Ира Кузнецова, я продакт-менеджер ответов Mail.ru. Здрасте. На самом деле мы очень рады с командой, потому что в этом году целых две команды выбрали проекты для ответов, и мы, конечно же, предоставили им такую возможность. Первая команда сделала приложение ответов для Google Ассистента, а вторая сделала такой сервис, как поисковые тренды на ответах. Немножечко о каждом из них. Собственно, мы команде, ну, первой команде мы предложили сделать приложение для Google Ассистента, потому что, ну, вообще, как бы голосовые технологии, они сейчас там плотно входят вообще в нашу жизнь и начинают входить. Нравится нам это или нет? Ну, как бы чаще нравится, я думаю. Вот. Да, и кажется, что это могло бы быть интересным опытом. Но еще и потому, что Google этим летом наконец-то анонсировал поддержку Ассистента на русском языке, и мы, конечно же, хотели бы быть первыми на этой платформе, но вот, к счастью, с помощью ребят мы там и окажемся. Второе приложение, оно про то, что интересует пользователей ответов. Ну, на самом деле, штука в том, что пользователи ответов — это вообще вся Россия. Ну, то есть, типа, мы гордимся тем, что нами пользуется вся Россия, и, зная, что интересует пользователей ответов, мы знаем, что интересует россиян. И это максимально круто. Теперь немножечко про каждую команду скажу. Со всеми ребятами было суперкруто работать, они супервовлеченные, они суперпродуктовые, они максимально крутые, они задают правильные вопросы, они приходят, когда им нужна помощь, они делятся своими идеями, говорят, ну что, как вам, ну-ка давайте. Они нас задолбали. Вот все команды нас очень сильно задолбали, это максимально классно. В общем, я ребятам желаю удачи, говорю огромное спасибо обоим, обоим командам, и давайте поприветствуем первую. Ну что ж, всем привет, друзья. У нас есть сервис ответы Mail.ru, который знает ответы на все вопросы. Для популяризации сервиса мы решили воспользоваться вражеской технологией, Google ассистентом. Да-да. И чтобы эта технология нам как-то помогла, мы решили предоставить для ответов новый интерфейс с ее помощью, а именно голосовой. Но ответы у нас возникают часто внезапно, когда мы куда-то спешим или торопимся, или мы просто стоим в пробке, или едем в дороге, нам неудобно печатать на ходу. Мы хотим задать вопрос голосом, а потом посмотреть ответы на него. Но вы вот никогда не поверите, но я вам точно скажу, ответы Mail.ru это просто кладезь для развлечения. Тысячи вопросов на любую категорию ждут, чтобы вы на них ответили. Но самое интересное знаете в чем? В том, что вы никогда не знаете, что попадется вам в следующий раз. И вы это сегодня еще увидите. К тому же, как Ира сказала, Google Ассистент теперь поддерживает русский язык и становится с каждым днем все популярнее в России. Ну что ж, давайте посмотрим, как это работает. Чтобы воспользоваться нашим приложением, достаточно установить Google Ассистент на свой смартфон, запустить и сказать. Запустить ответы Mail.ru. Как вы видите, у нас есть два варианта ответа. Мы можем поиграть или задать вопрос. Ну, конечно же, мы поиграем, это же веселее. Поиграть. У нас можно выбрать категорию, на которую вы хотите получать вопросы. Они соответствуют категориям из ответов. И, в принципе, ну, я предложу Косте выбрать что-нибудь интересное. «Города и страны». Кто-нибудь был там? Ну, честно, вот я могу ответить, правда. Попробуй поискать в центре. Видимо, он хочет, чтобы больше. Мы как бы, да, ему дали советов, как это сделать. Ну, можем чуть-чуть еще посмотреть. Давай дальше. Высокий львов и жизни, как романтизм, автономия, а то, что вы не дали езжать, исполнились публичности. Я думаю, там очень холодно. Ну, и так до бесконечности, как бы, да. Поэтому, вы понимаете, мы получаем баллы, но куда их девать? Естественно, можем задавать вопросы на эти баллы. Если вкратце, давайте возьмем наш кейс, когда мы определяем категорию. Вот вы назвали какую-то категорию, например, программирование. Дальше actions on Google преобразует вашу речь в текст. После этого передает ее Dialogflow. Это лексический анализатор, который умеет выстраивать цепочки диалогов и распознавать какие-то сущности. В нашем случае категории. Эту категорию, которую он определил, передает нам на backend. Backend отвечает ему каким-то интересным вопросом, который он нашел по данной теме. Далее этот текст преобразовывается в речь и отвечает вам. Вот так вот все просто. И немного об архитектуре. В центре архитектуры наш веб-сервис, написанный на Kotlin. Он ходит в API ответов, далее общается с общей базой данных и возвращает ответ Dialogflow. Тут тоже ничего сложного. Костя. Ну что же ожидает нас дальше? Сейчас наше приложение находится на этапе тестирования. К началу года мы готовимся к релизу, собираем фидбэк. Также мы планируем освоить Алису и… Ира подсказывает, что еще и Марусю будем осваивать. А также реализовать поиск по существующим вопросам. На этом все. Спасибо большое за внимание. Перед вами были Костя и Артур. Спасибо большое. Всем добрый день. Мы разрабатывали анализатор трендов для сервиса ответы Mail.ru. Эта идея родилась из следующего кейса. Так получается, что к ответам часто обращаются журналисты с весьма непростым вопросом, что волнует россиян. И дать на него ответ сразу невозможно. Именно поэтому очень важно иметь инструмент, который поможет на него ответить. Но только этим инструмент не должен ограничиваться. Ведь аудитория составляет 60 миллионов человек каждый месяц. И именно поэтому понимание того, как правильно с этой аудиторией взаимодействовать, критично для будущего данного проекта. Итак, реализация. Стэк технологий, которые мы используем, на самом деле плюс-минус такой же, как у большинства современных онлайн-сервисов. Поэтому особо заострять внимание я на этом не буду. Лучше вкратце взглянем на то, как мы работаем с данными. Этот процесс можно разделить на три этапа. Во-первых, мы постоянно мониторим сервис ответа Mail.ru и каждые несколько минут подгружаем новые вопросы через API-сервисы. Затем мы отрабатываем их с помощью открытых библиотек, таких как NLTK и PyMorphia. То есть мы производим токенизацию текста вопросов, затем приводим в нормальную форму слова, отсеиваем часть токенов по стоп-листу и генерируем биграммы для работы со словосочетаниями. Затем сгенерированные биграммы и токены мы сохраняем в базе данных, а также мы рассчитываем и сохраняем частоту упоминания слов в различные отрезки времени. Ну и о планах на будущее нам расскажет Костя. На будущее мы планируем заменить нашу систему отображения графиков и перейти на графит. Эта система позволяет хранить большую кучу аналитических данных и обрабатывать ее в парадигме MapReduce, что позволит нам значительно ускорить процесс аналитики. Кроме этого, мы планируем не останавливаться только на стоп-листе слов и подключить математические модели, например, TF и DF. Ну и кроме этого, нам не совсем нравится, как работает морфологический анализатор, и мы улучшим нормализацию слов в дальнейшем. Кроме этого, у нас есть другие фичи, которые бы хотел видеть в проект Ответы. В заключении мы хотели бы сказать спасибо. Во-первых, спасибо нашим менторам за интересные идеи. Во-вторых, отдельное спасибо команде Glishless за помощь. Ну и, наконец, самое главное спасибо образовательным проектам Mail.ru за то, что они есть. На этом у меня все. Спасибо. Я представляю команду разработки iOS мессенджеров, собственно, Айска и Агент. Действительно, по поводу задачи, которую ребята реализовывали, могу сказать, что у нас она была некоторое время уже, так сказать, в продуктовом бэклоге. И действительно, среди iOS приложений многие используют функциональность интеграции Siri для различных целей. И, в частности, у нас были фичи-реквесты от пользователей, в том числе даже пользователей наших альфа-тестеров, там, из башни, из Mail.ru. О том, что хотелось бы видеть это и в мессенджере. В частности, у нас самая важная фича, которая внутри приложения есть – это звонки. И она отлично ложится на поддержку с звонки через Siri-интеграцию. Собственно, ребята взялись за эту задачу, за что им хочется сказать спасибо. Они, в общем-то, молодцы, полностью погрузились в нее как с технической точки зрения, так и с точки зрения всяких там обходов подводных камней и интеграции это в наше текущее приложение, в коих там тоже было немало проблем. Но, собственно, они с этим справились. Застоим благодарность от нашей команды мессенджеров разработки ICTU. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Данил. Это мой коллега Юрий. И перед нами стояла достаточно необычная задача – поддержать команды голосового помощника Siri в приложении ICTU и агент соответственно. Началось все с того, что мы попробовали позвонить нашему коллеге и увидели удручающее сообщение, что нам придется открыть приложение и сделать все вручную. И тогда у нас появился вопрос – а действительно ли это нужно? И мы сделали для себя три ключевых вывода. Во-первых, голосовые помощники в наше время – это тренд. И, пользуясь этим трендом, мы продвигаем приложение. А именно приложения с поддержкой Siri активно предлагаются на главной странице App Store. Более того, при поиске по ключевому слову Siri пользователь увидит наш мессенджер, даже не желая его найти. Во-вторых, тренд не может возникнуть из ниоткуда. Голосовые помощники – это быстро, просто и удобно, о чем говорит статистика Apple в более чем 300 миллионов активных пользователей Siri в месяц. И, наконец, самый важный третий пункт – в ICQ приходит достаточное количество пользователей и сторонних мессенджеров. И очень важно предоставить им весь тот функционал, который они могли уже где-то видеть и ожидают найти его у нас. Поэтому мы решили поддержать команду аудиовызова, команду отправки текстового сообщения и команду видеовызова. А сейчас перейдем к демонстрации. Позвони Кате через ICQ. Ну, к сожалению, Катя нам не отвечает. Давайте напомним ей о себе. Отправить... Я не совсем понимаю. Отправить сообщение через ICQ. Кому отправить это сообщение? Кате. О чем вы хотите сообщить? Привет. Напиши, как освободишься. Вот ваше сообщение в программе ICQ. Отправить его? Да. Хорошо. Отправлено. Надеюсь, она нас не забудет. Для простоты понимания хочется отметить, что нами был создан Siri Extension. Это подприложение основного приложения, и его никак не видит пользователь. Оно запускается системой. Когда мы просим Siri о взаимодействии, она запускает Siri Extension, передавая туда тип ожидаемой команды и строчку с именем пользователя. Из имени пользователя мы находим контакт в ICQ с помощью SQLite базы данных. И если мы говорим о команде аудио и видео вызова, далее мы запускаем основное приложение, передавая туда необходимые технические параметры для старта вызова. Если же мы говорим об отправке текстового сообщения, то в Siri Extension была имплементирована сетевая часть, которая позволяет, не запуская основного приложения, отправить сообщение. И, к сожалению, мы не можем раскрыть вам более детальные подробности реализации. А далее продолжит мой коллега. Спасибо. Я расскажу об интеграции. Сразу же хочется отметить, что когда мы говорим интеграции, про добавление нового функционала к мобильному приложению Business Unit, это слово вообще неприменимо, потому что затраты на интеграцию во много раз больше, чем если разрабатывать новый функционал внутри проекта. Именно поэтому мы выбрали такой подход. Мы изначально работали в основном репозитории ICQ, о чем свидетельствует наша таска в Jira и, соответственно, ветка в этом репозитории. Теперь про наши планы на будущее. Обязательно нужно добавить поддержку всех 12 языков, на которых работает ICQ. Во время разработки мы столкнулись с проблемой с теми языками, в которых имена склоняются. Это русский, арабский и турецкий. Продемонстрированная версия приложения работала с русским языком и теми языками, где имена не склоняются. Сейчас в демонстрации, как вы могли видеть, мы использовали системный UI от Apple, сделанный по их гейдлайнам. Мы хотим добавить фирменные UI ICQ с поддержкой таких функций, как темы. Ну и, конечно же, наш самый амбициозный план — выпустить весь продемонстрированный функционал в релизе ICQ 7.8, который ожидается после Нового года. Наша команда — Даниил Гончар и я, Забегая Фьюри. Сейчас мы будем рады ответить на ваши вопросы. Спасибо. 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 Спасибо.